Так, значит, несколько интересных моментов. Ребят, значит, вот эта вот радиостанция, она принимает сигнал от источника, находящегося здесь недалеко. Это называется так называемая УКВ, радиосвязь, то есть связь на ультракоротких волнах. Ультракороткие волны работают в диапазоне прямой видимости. Ну, так называемая радиовидимость, то есть если там здание какое-то есть, это не очень считается, но в пределах, то до горизонта. Если мы, естественно, поднимем свою антенну выше, у нас, получается, горизонт больше будет, так? И вторая приемная антенна, если там на мачте корабля находится, она тоже находится выше, мы тем самым дальность связи увеличиваем. Но, тем не менее, она все равно ограничена там несколькими километрами, либо при использовании высоких мачт несколькими, может быть, десятками километров. Дальше, значит, еще в начале 20 века, когда радиосвязь зарождалась, ученые сказали, что, в принципе, у радиосвязи есть какой-то предел по дальности, потому что вот у вас есть передающая антенна, распространяется радиоэлектромагнитная волна. Электромагнитная волна это что такое? Это поле, электрическое магнитное поле, которое движется в пространстве. Если оно движется около проводящих объектов, то в этих проводящих объектах что будет возникать, как вы думаете? Если поле перемещается около проводника, там будут какие-то токи, абсолютно верно. Это какие-то индукционные токи, они же там наводятся. Если возникает ток, но эта энергия какая-то тратится, энергия откуда взялась? Это энергия волны. Значит, у самой волны эта энергия уменьшилась. То есть, получается, при распространении, получается, около проводников возникает индукционные токи, энергия волны затухает, получается. Это означает, что волна дальше распространяться не сможет. Ну и вот, собственно, так считалось, что поверхностная волна, она имеет определенную дальность распространения. Вот. И такая стояла интересная задача, попробовать как бы Европу с Америкой связать. До этого уже были подводные кабели, проведены еще в 19 веке. Такая большая титаническая работа была. В итоге телеграф между континентами уже работал, а вот радиосвязь, которую называли беспроводным телеграфом, она выглядела такой как бы наивной. Ну почему? Кабель как бы может это сделать, а вот беспроводной этот телеграф он пока не достает. Ну и многие считали, что эй, не получится, не получится. Вот на ближних расстояниях вы сможете. И тем не менее, именно радиолюбители, не профессионалы, радиолюбители, они случайным образом обнаружили, что такая возможность существует. Несмотря на то, что ученые, физики говорили, что у вас не получится это сделать. Значит, и позднее выяснилось, что оказывается виной этому, ну или наоборот не виной, а благодаря чему это происходит, это ионосфера. Может быть кто-то слышал, что такое ионосфера? Давайте посмотрим на следующий слайд. Значит, смотрите, у нас получается земная атмосфера, это смесь газов, да, вот в нижних слайдах это все как бы находится в нейтральном электрическом состоянии. Но это же ведь все облучается солнечным излучением, то есть это видимое излучение, это рентгеновское, это гамма, ультрафиолет. К чему это все приводит? Взаимодействие вот этих всех потоков радиации с атмосферой приводит к тому, что здесь происходит ионизация. Что такое ионизация? Ионизация это процесс, когда нейтральный атом теряет там один или несколько электронов, да. Соответственно, атом превращается в положительный иончик, а электрон, который отдельно отлетел, это отрицательно заряженная частица. Вот такое вот состояние, когда газ превратился в частичный, либо полностью ионизованный, ну здесь это частичная ионизация происходит, такое состояние называется плазма. Так вот на высотах порядка нескольких десятков и сотен километров здесь получается атмосфера находится в ионизированном состоянии. Максимум этой ионизации приходится на так называемый слой F. Это высота порядка 300-400 километров. Для сравнения, Международная космическая станция, вот здесь она на слайде ниже нарисована, но на самом деле она летает на высотах порядка 400 километров. Там как раз получается этот плазменный слой. Соответственно электромагнитные волны, которые имеют достаточно большую длину волны, а соответственно маленькую энергию, они от этой ионосферы достаточно легко отражаются. Соответственно длинные, средние и короткие волны, они не могут уйти в космос, они отражаются от ионосферы. Соответственно у нас возможна связь как от зеркала на большое расстояние, но при этом здесь получается есть некая мертвая зона. То есть вот здесь, например, если у нас антенна имеет какую-то диаграмму направленности, мы как бы вот так вот волну отправили, до объекта находящегося здесь мы связаться не сможем. Нам надо либо покрутить свою антенну, то есть выбрать определенный угол, диаграмму направленности, чтобы попробовать связь осуществить. Либо перейти на другой диапазон, на котором отражение происходит немножко по-иному. А волны, которые имеют маленькую длину волны и соответственно более высокую энергию, они способны эту ионосферу преодолеть. И вот например УКВ, радиосвязь, про которую я говорил, она получается ультракороткие волны, они от ионосферы не отражаются, а проходят через нее. Соответственно мы можем осуществить связь, например, с космическим кораблем. То есть если нас интересует прием спутниковой информации или связь с космонавтами на МКС, это УКВ радиосвязь в первую очередь. И здесь есть такая условная граница, то есть вот КВ и УКВ это примерно 30 МГц. То есть то, что ниже 30 МГц, это короткие, средние и длинные волны, оно отражается. А то, что выше 30 МГц, оно проходит через ионосферу. Вот, граница сказанно-условно, потому что ионосфера, она достаточно капризная, ее состояние зависит от многих параметров, в первую очередь от состояния Солнца. Вот, это время суток, время года и так далее. То есть есть всякие сезонные и суточные вариации. Целая наука есть, которая так и называется физика ионосферы. Вот, у нас, кстати, в частности в университете есть, например, лаборатория, в которой занимается компьютерным моделированием процессов в ионосфере. Продолжение следует...